Добрый день, РИА Новости, Сергей Попов. Два вопроса, если позволите. Как бы вы оценили ситуацию, сложившуюся в Афганистане после ликвидации лидера талибов? И второй вопрос, что в Москве думают по поводу предложения, по поводу идеи введения в Донбасс полицейской миссии ОБСЕ? Ну, разрешите мне, наверное, начать с... Тема, которая действительно была актуальна на этой неделе. Мы получили действительно большое количество вопросов о так называемой полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе, в том числе, потому что были сделаны соответствующие заявления украинской стороны. С ними нельзя согласиться, они некорректны. И хотелось бы сразу внести ясность в этой связи. Никаких договоренностей о создании некой полицейской миссии, неких миротворческих сил или вооруженного компонента, действующей на Украине специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, не принималось, причем ни в контактной группе, ни в нормандском формате, ни в самой ОБСЕ. Вот это нужно четко зафиксировать. То, что действительно сейчас обсуждается, касается двух вопросов. Первый. Как улучшить ситуацию на линии соприкосновения, которая разделяет силы ополченцев и украинских силовиков? Проблема заключается в том, что украинские войска пытаются занять, ну, так называемые, как специалисты они говорят, серые зоны на этой линии и постоянно обстреливают ополченцев и мирных жителей. Я думаю, что информация вам доступна, в том числе и сегодняшняя. При этом они используют вооружения, которые были запрещены минскими соглашениями, отведены, но затем исчезли из мест хранения. Это тоже информация, которая доступна. Чтобы решить эту проблему, ОБСЕ предложило создать на линии соприкосновения так называемые демилитаризованные зоны. И также поставить там, и в том числе в местах хранения отведенных вооружений, наблюдателей ОБСЕ. Российская сторона этот подход, вот такое видение, поддерживает. Мы также не против того, чтобы эти наблюдатели могли носить легкое огнестрельное оружие для самозащиты. И все связанные с этим моменты, аспекты, факторы, они должны обсуждаться в контактной группе с Донецком и Луганском, а также в соответствующих органах ОБСЕ. Второй вопрос, который также и возникает, и может рассматриваться в данном контексте, он касается безопасности местных выборов в Донбассе. Я хотела бы напомнить, что согласно Минскому комплексу мер, все, что касается выборов, включая их безопасность, Киев должен согласовывать напрямую с Донецком и Луганском. Честно говоря, это уже стало такой расхожей фразой. Должны, конечно, они должны, но, к сожалению, этого не происходит. Точно так же напрямую, в ходе этих прямых контактов, должны решаться и вопросы особого статуса региона, амнистии, децентрализации государственного устройства Украины. Собственно говоря, от чего и зависит вопрос проведения выборов. Пока мы констатируем, что до этого далеко. Наблюдать за выборами призвано БДИПЧ ОБСЕ, а если Донецк и Луганск, кстати, тут необходимо привлечь ОБСЕ и к обеспечению безопасности выборов в том числе, то параметры такого участия должны разрабатываться в соответствующих директивных органах ОБСЕ в Вене. Поэтому самое простое, что можно сделать, к сожалению, было сделано украинской стороной, была дана такая информация и не соответствующая действительности, и в то же время достаточно просто ложащиеся на сознание тех, или укладывающиеся в сознание тех, кто не является экспертом в данном вопросе. На самом деле вопрос сложный, он многоплановый, многовекторный. Вот его основные параметры я обрисовала.